Все меньше остается тех, кто своими глазами видел самую страшную войну 20 века. Те, кто бился под Курском и Сталинградом. Кто насмерть стоял за Москву или брал Берлин. Воспоминания, память и радость того дня, когда прозвучало долгожданное слово «победа» живет в сердцах потомков. О своих предках рассказывают нынешние школьники. В 1941 году Александру был всего один год. И, как многие дети в тех страшных лет, рос без родителей. Опекуном стала чужая женщина. Но когда мальчику исполнилось 4 года, сама она сильно заболела. Понимала, что не сможет дальше кормить и ухаживать за ребенком. И привела его под ворота детского дома. И оставила с надеждой, что его увидят и не оставят умирающим. Но перед этим насувала полная кармана калины, чтобы он смог прожить хотя бы неделю. И когда его подобрали, его начали спрашивать его имя и фамилию. Но отвезти он не мог. И все, что он мог, это бормотать себе под нос Саша и есть Калину. Так у подкидыша появилась фамилия – Калина. В детском доме еды почти не было. Ребята постарше уходили в село, чтобы найти или заработать пропитание. Часть добычи приносили малышам. Я сам лично видел шрамы на спине своего дедушки от злых воспитателей, которые иногда избивали детей. Но несмотря на все это, мой дедушка с хорошим человеком пять лет ослужил в морском флоте. И после приезда обратно стал строителем, участвовал в строительстве стеллы на улице Тамары Крючок и речного вокзала. Я горжусь дедушкой. Он ветеран труда. И имеет за это награды. Поколения, закаленные военным лихолетием, восстановившие страну и сделавшие все, чтобы их дети и внуки жили счастливо. Их мечты сбылись. Теперь потомки бережно хранят память и благодарность в сердцах.